Ребята, у меня для вас есть хорошие новости. Под одним из моих предыдущих роликов вы набрали 110 тысяч лайков. И я, как я и обещал, умножаю эту сумму на 3 и разыгрываю между вами на трёхлетие канала. Всего 330 тысяч, и у нас будет 3 победителя по 110 тысяч. Чтобы принять участие в розыгрыше, тебе нужно просто поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал со включенными уведомлениями и написать абсолютно любой комментарий. Например, напиши, сколько времени ты подписан на мой канал. Подписался ты только что или, может быть, подписан уже все 3 года? Результаты будут через неделю в моём инстаграме. Три победителя, просто лайки, подписка на канал и любые комментарии. Всем удачи, а мы начинаем ролик. Спасибо, что включил с тобой, Герасёв. И сегодня мы снимаем легендарный ролик. Я уничтожу всё, что ты нарисуешь. Стоп! Гоша, давай, делай. Ой, не хочется. Это продолжение легендарного старого ролика, который вышел уже больше 2 лет назад. Где мы с ребятами рисовали разные рисунки и уничтожали то, что нарисуем. Но сегодня у нас немножко новые правила, и давайте я вам всё расскажу. У нас есть 4 участника. Да, п***й. Да ёб... Например, я должен нарисовать что-то Гоши, что он должен будет уничтожить. Например, я тебе нарисую, ну давай. Я нарисовал Гоши компьютер, но я его нарисовал очень плохо. И я буду показывать другим ребятам этот рисунок. Если они угадывают, что я нарисовал, тогда Гоша должен будет это уничтожить. Но самое важное, пацану, что у нас есть всего лишь 5 секунд, чтобы нарисовать наш рисунок. Понятно? Да. Поэтому я стираю вот этот компьютер и переходим к первому участнику. Ребята, мы сейчас посчитали, кто кому что рисует. И Гоша рисует Паши, Паша, Марку, Марк, мне, а я... А я еду в упор. Гоша. И первый у нас стартует Гоша. Гоша, у тебя есть всего лишь 5 секунд, время начинается. Прямо сейчас. Погнали! Что рисует Гоша? Паша, ты нервничаешь, Паша будет уничтожать, Паши же уничтожать будут. Стоп, стоп, стоп. Мы сейчас с Марком должны угадать, что нарисовал Гоша и что должен разрушить Паша. Готовы? Play... Play... iPhone. Это PlayStation. iPhone. iPhone! 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 Павел Николаевич самый... Это... А, это месть. Это месть за прошлый год. Два года назад мы просто в этой же игре нарисовали Гоши iPhone и его взорвали. Раз, два, три. Айфон! А чё? А чё? Давай, покажи. Это iPhone? Это PlayStation. Это iPhone? Это PlayStation. Не, я сразу угадал. А за 5 секунд вы что нарисуете лучше, что ли? Так, вот телефон Павла Николаевича. Но всё не так плохо, потому что ты можешь ещё спасти свой телефон. У нас есть такое колесо фортуны, которое решит, как Паша должен уничтожить iPhone. Там, разбить, взорвать. Но у нас ещё есть кнопка сохранить. Поехали. Взорвать. Мне больше нравится взорвать. Чё? Паша, выпадай. Утопить! Утопить! А я его смогу... А, стоп, а где утопить? Не, в Неву куда-нибудь всё убрать. Всё, ты сведуешь. С*** ты, п***ь. С***. Не, просто некоторые предметы можно было бы спасти, даже если, ну, допустим, не знаю, вот мяч загадываешь, а его надо просто сбросить. Но мячу, типа, всё равно было бы. Паша, мы едем топить твой. Погнали. Вот Нева. Ребята, на улице очень плохая погода, типичный Санкт-Петербург. Паша, давай, ты тоже первый. Мой друг Паша. Покажи свой телефон. Абсолютно рабочий телефон Павла Николаевича. Сейчас должен улететь в Неву. Паша. Паша, мы все вместе ждём, давай. Пока, ну давай, чё. Паша, чё? У нас, чё? Какая-то, типа. Мы только ролик начали, ты уже тупишь. Мы начали ролик, а я уже в**ал телефон. Не, ну, ребята, всё, то есть iPhone, это. Так всё, ты больше сегодня ничего не в**к. Включи камеру на всякий случай. Мало ли его кто-то найдёт. Не, ну ладно, его здесь уже не найти, ребята, это не вай, это всё. Паша, три, два, один. Паша. Паша. Давай, б***ь, быстрее. А ты это. Что? Сохранился? Я всё сохранил. iCloud. Я сохранился. Всё, ну что, давай. Давай, подержи. Давай. Паша, давай, делай. Три, два. Ай, бой! Всё. Ой, побулькал ещё, побулькал. Побулькал, Паша. Извини, братан. Ну, Пашка, не расстраивайся. Сейчас ты должен загадать что-то. Хорошо быть первым в таком конкурсе. Я люблю такие конкурсы, когда ты первый и можно дальше... Давай, Паша, Паша теперь рисует для Марка. Время, время. Раз, два, три. Время пошло, пять секунд. Одна, уже две секунды. Уже три секунды. Марк, не смотри. Четыре. Стоп! Чёрт, чуть больше. Я не уверен, что это нельзя блюдить. Да неет. Почему? Это инструмент музыкальный, у которого две струны, нет? Я не знаю, гитара. Это гитара, да, гитара. Нет, нет, нет. Да не гитара это. Это ваза, да? Это морской пипиджон. Нет, это может быть похоже ещё, я думаю, на бутылку. Но бутылка чего-то. Да что? Я один не в курсе. Это бутылка, которую вы покупали, когда только открыли канал, правильно? Да. Понял. Но это очень ценная бутылка для Марка, конкретно, потому что Марк прям переживает за канал. Да? Нахера? А мне по... Ладно, всё, идёт. А, она в ангаре? Да. Когда едем в ангар, разбиваем бутылку в ангаре. Давай мы тут тебя подождём, Кисулькин. Возьми, пожалуйста, бутылочку и покажи зрителям. Иди в жопу. Ребята, вы просто не понимаете, эта бутылка, это не просто бутылка. Нам не хватает ещё 254 тысячи. Родненькая. Братва, чтобы вы понимали, насколько эта бутылка ценная для меня, мы купили нереально дорогущий виски и запланировали открыть его, только когда станем успешными, а именно вот, на 1 миллион. Мы снимаем ролик, братан. Мы её искали по всему городу, это редкая бутылка. Братан, в смысле, сейчас бутылку можно спокойно купить. Дядь, смотри. Смотри, запускаем винлаб. У них сейчас можно заказ сделать и на сайте, и недавно появилось приложение на айфон и на андроид. 14 лет, пожалуйста, 3 штуки в наличии. На него ещё и скидка 1000 рублей почти, братан. И прикол в том, что, смотри, я просто добавляю его в корзину, перехожу в корзину, и мы сейчас, вот, тут через дорогу у нас есть винлаб. Просто я подтверждаю адрес, оформить заказ, заказ готов, и я вот с этим QR-кодом просто подхожу на кассу винлаб, и нам сразу отдают вот эту твою супер-редкую бутылочку виски. Чего так просто? И чё? Сухарики, соки. Смотри, я в приложении уже сделал заказ. Ты просто подходишь к прекрасному продавцу. Можешь тебе просто князь? Спасибо большое. Вот и твоя бутылка буквально за одну минуту, братан. Пожалуйста. Это история, как минимум, для меня. Мы её искали сутки, сутки искали. Смотри, вот твоя история, братан, за 7599 рублей. Это супермаркет напитков, где супер широкий выбор вообще. Ты можешь здесь за 1000 рублей найти, и вон, за 100 тысяч. Даже самые редкие экземпляры. Разбивай прямо здесь, а не пальцы, давай. Я не буду её разбивать. Мы откроем её на миллион. Если вы успеете миллион подписчиков набрать до 23 мая, то, в принципе, можешь смело разбивать, потому что есть промокод Герасёв, по которому ты получишь скидку 12% при заказе на сайте или в приложении Винлаба. Что-то да. Я не буду её бить, сорян. Это для меня святой Грааль. Перерисуем? Перерисуем. В качестве исключения Марку всё-таки перерисуем? Окей. Если что, ребята, все ссылки находятся в описании под видео. А я думаю, мы больше не будем затягивать и двигаем в ангар. Правильно? Да, погнали. Сейчас я тебе нарисую, сынок. Да больше нет. Что-нибудь жёсткое сейчас Марку нарисуем. Так, все смотрим на пучку Марка. Он решил не разбивать бутылку алкоголя. Это я. Поэтому Паша рисует ему сейчас за 5 секунд что-то. Погоди, я ещё не подумал, что можно такого-то. Давай, подумай, подумай. Что-нибудь не жёсткое. Чтобы зритель такой, блин, ставлю лайк. Вот это жир. Как бы вот сейчас Марку не зря вот его это, да. Я, короче, знаю, у Марка есть очень дорогая вещь, но я её не буду рисовать. Я буду рисовать ту вещь, которую он всегда хотел, на которую он очень долго копил. Поэтому я готов, в принципе. Готов? Давай. Марк, ты готов? Я не готов? Три, два, один. Поехали. Время идёт. Время идёт. Три, две, одна. Стоп! Я готов. Покажи зрителям, пусть они сделают догадки, что ты нарисовал. Чтобы мы понимали. А теперь показываем, нам с Гоши мы будем гадать. Три, два, раз, поехали. Что? Что это? Что? Это гуси. Я гуся себе не хотел покупать. Ну, это гуси, но как бы... Может, это игра на плойку про гусей каких-то? Это... Прикольная игра про гуся. А, это, это, как будто, это, короче... Это, короче, это детская качалка. Это конь-конь. Но что это? Что это он нарисовал? Я не понимаю. Ну, ребят, ну, что это? Это... Это гу... Гучи? Да. Футболка Гучи. Да. Это? Это футболка Гучи? Это футболка, да. Ну, да, один в один. У тебя есть футболка Гучи? Да, просто... Нет. А, это футболка Гучи. Это шмотки, дорогие шмотки Марк. Да, Марк полгода мечтал, копил, откладывал деньги и купил себе недавно нормального такого шмотья. Какого хера ты кончен? Он является таким, с не данных пор, матерым шапоголиком. А вот если бы был шанс отмотать, ты бы выбрал вот это или бутылку? Бутылку, конечно. Это история, как минимум, для меня. Так, смотрите, крутим рулетку, давай, Марк, ты покрутишь рулетку. Это что мы будем делать, что, ребят, что мы будем делать с маком? Господи, сэсписис. Пожеееееееть! Не успел помолиться, и вот и все. Мне кажется, справедливо будет, что Марк перерисовал, правильно? Поэтому мы все дорогие шмотки Марка сегодня зажигаем. Не все, там не обуславливалось, что-то. Все! Какие-то не очень интересные конкурсы и тамада говно. Я буду мстить, сука! У меня ж мать ебать стоит дороже, чем твой сучий телефон. Марк, не настраивайся сильно. Паша нормальный прикол придумал. Паша, выбирай! Итак, пошел швот сегодно. 22, по-моему, или 21. Гуси. Берем, берем. Дальше. Берем? Какую? Суприм берем, конечно. А что ты не ходил, что ты не елзи раньше в Суприме? Я редко в ней ходил. 32 тысячи, кофта. 32 тысячи, иначе... О, это что-то дорого? Ай, давай не куртку по-братски. Вот Супример мы тоже забираем. Ну давай остальное тоже забираем. Кого остальное? Что это такое? Да не надо. Так, ну ребята, вот настолько вот уже гардероб вот мы украли у Марка. Что, еще берем? Идите нахер из моей хаты. Все, ребята, идем сжигать вещи Марка. Ура! Так, Гош, подержи. Подержи. Ой, е... Брат, мы тебе соболезнуем, потому что это... Ну Паша за айфон мстит-то, б**ть. Полгода, суцаро, копил ты, мои б**очки. Не я, б**ть, айфон, б**ть, ему. Суммарно, Марк, сколько реально здесь? Я не знаю, б**ть, по 200 может быть. Ну, брат. Пусть. Мстит за айфон. Ой, пошло. Кисулькин. Я в е... ты просто с... Кисулькин, прямо на твоих глазах сгорают куча денег. Куда-то доверю-ка. Волнянем, может, тогда. Марк, пока твои шмотки сгорают, Гош, иди сюда. Я думаю, будет справедливо и честно, если ты прямо сейчас нарисуешь рисунок, теперь получается для меня. Что ты готов сейчас потерять, сука? А я при чем? Это не я тебе загадал. Это ты зачинщик сей, ты единственная. Я? Да. Бонус. Это ты? Твое видео? Мой видос так-то. Смотри, ну видос-то мой, но вы же загадываете друг друга. Ничего, твоя идея все равно. Считаю до трех и пять секунд начинает. Три, два, раз. Время пошло. Есть? Успел? Так, я не смотрю. Покажи зрителям. Очень плохо видно. Из-за дождя маркер хреново пишет. Да, можно к пацану. Это конституция. Связана с ней. Ты надеешься, что я зажгу конституцию? Нет, это кое-что связано с конституцией. Да. С господом. Но это паспорт. Да. Тебе нахуй на вещи, блядь. Ты хочешь, чтобы я паспорт свой что-то с ним сделал? Да. Это не ебарик. У тебя есть два визии попытки восхранить. Хорошо, ребята, крутим рулетку. Я надеюсь, нахер чем-нибудь жестко будет с твоим паспортом. Рулетка, которая решит, что я буду делать со своим паспортом. Но я с ним ничего делать, честно говоря, я не хочу, потому что, по-моему, это нечестно. Ладно, готовы? Что-то какая-то фигня, нечестно. Ой, я не хочу смотреть. То есть, у него 4 шанса, что он засейвит паспорт. Да, да, да. Нет, да, да, нет. Разрезать. Нет, да, нет, да. Я не буду. Давай, давай. Не буду. Будешь. Я не буду. Мы все играем. Это что за подкрутка? Я не понял почему. В смысле подкрутка? Это твой телефон, идиот. Ты сам знаешь, чтобы подписчики напишут в комментах про тебя? Пуска, пуска пишут. Пуска, пуска. Я не буду, нет, я не буду. Нет, алло, черт. Куда ты пошел, э? Я не буду. Вы замечали, что Саня, это Эрик Карп, но он из Южного парка? Неа. Даа. Пуска, лох позорный. Не подождал, ничего не сказал. Мы вообще-то видео кому снимаем. Ты понимаешь, что я не буду резать паспорт? Почему? Схерали. А схерали я должен резать паспорт. Это как тебе член отрезают, но это типа нельзя делать. Хрен его на какое. Типа телефон скидывать норм, шмотки гасить норм. Мы же в равном поставим. Ты понимаешь, сейчас паспорт хер восстановишь, это раз. Ты мне говоришь разрезать паспорт, правильно? Да. Ты не уточнал какой паспорт, правильно? В смысле российский. В смысле российский паспорт. Там вам написано. Российский. Российский паспорт. Загранпаспорт. Но это тоже пи***ц. Загранпаспорт только еще тяжелее восстановить на самом деле. Комментарии, ребята, на строчите. Я загадывал просто паспорт. Пацаны тоже сказали, что это просто паспорт. Российский заграничный паспорт. Да, окей. Тогда почему я не съездил домой за старым айфоном и не выкинул его? И почему я не дал так... Потому что не пусто, блядь. Нет, нет, 100%. Смотри, вот загранпаспорт, видишь? Российская федерация, паспорт. Ничем не отличить. Все, мы едем. Едем за загранпаспорт. Я разрезу загранпаспорт. И ребята в комментарии напишут, что я прав. Иду резать паспорт, загранпаспорт порежу. Базар идет. Ребята, мой загранпаспорт принес из дома только что. Этот додик сжег свой шмот. Я, блядь, выкинул свой айфон. А вы хотите меня лишить российского гражданства? Я этого не заслужил. Остановишь потом. Покажи фотографию. Покажи фотографию. Похоже? Все сказали, что это паспорт. Российская федерация, РФ. Ребята, в общем, в комментариях напишите, кто прав. Но я прямо сейчас на ваших глазах. Одной, одним кадром. Просто крыса. Ой, не хочется. Не, режь отсюда. Ой, не, может не надо. Не, режь отсюда. Давай, давай, режь отсюда. Да не, может не надо, ну, парни. Режь, давай, гяй. Не хочется, реально. Это даже не российский паспорт. Там еще моя фотография. Он не режется. Давай болгаркой выебаем. Он не режется. Режь посильнее, давай. Да стой, стой, да стой. Ой. Да все, да все, порезал. Порезал пополам. Все. А вот это моя фотография. Это молодой. Смотрите. На визу. Ты дурной. Какие-то читы. Снова включаешь. Порезал, хвастается какой-то. Да, смотри, я паспорт на твоих глазах. Вот, порезал. И так придут данные. Данные на телефоне. Все, теперь я рисую. Так, стираем РФ. Так, ты кому рисуешь? Включай. Я рисую, что ты напрягся. Госип. Все, дай подумайте, е-мое. На счет 3. Я мне не давал много времени. Давай, раз. Подожди, подожди. Два. Подожди, пять секунд. Нет, все. Есть. Бам, готовы? Ребята, как думаете, что это такое? Он там что-то рисовал, столько много линий было. Что это? Что это такое? Что-то было там пи***о. Что это такое, как вы думаете, Баши готов? Ну, давай. Напрягся. Три, два, один. Парни отгадывай. Черт. Это машина. Это машина. Похоже, кстати, на коляску на детской зале. Это машина, я знаю, что у тебя есть развалюха. В смысле развалюха? Я на ней езжу. Ну, она нормальная, но развалюха. Да не батя, почти 20 лет гонял. Да и что? Ну, он мне до... Ну, а что, ну, ты готов? Мы же трушно играем. Ты свой паспорт не смог порезать. Я порезал паспорт, блядь! Я загадал машину. Ты можешь детскую игрушку, блядь. Да, пошел. А какая машина? У тебя две машины. У него и Мерседес есть, и развалюха. Какая машина я продал, дебил? Ну, недавно. Ну, четверку уж можно и это. Здесь непонятно, какая машина. Непонятно, какая машина, ну, серьезно. По факту. Я запишу. Смотри, ЕГО машина. ЕГО, вот ЕГО, Гоша. А у него есть детская машинка. У меня радиоуправляемая, ахреная есть. В общем, Гоша, мы с тобой сейчас крутим рулетку, где мы узнаем, что мы сделаем с твоей машиной. Поджечь не пойдет, взорвать не пойдет. Сохранить пойдет? Разбить кувалду или нет? Нет. Получается, только сохранить поможет. Сравни, сравни, смотри. Машина и паспорт. Ага. Который ты восстановил. Но я придумал машину, что такого? Машину не восстановить. Ну, ***, выглядит она, конечно, так все. Не, ну вы меня, может, застегаете из-за того, что какого хера у меня такая тачка, но это мне батя подогнал. Но она временная. Скажи честно зрителю. Ну что, что временная, я на ней гоняю. Во-первых, я вожу маму. Ох, да, видно маму. Да, я хороший сын. И ты портишь жизнь моей маме в первую очередь. Что в итоге будет с тачкой? Господи, спаси, сохрани. Это hun ребенок. Мы взорвем тачку! Мы взорвем тачку! Зафинfinder? Карма, вот мой телефончик маленький. Братан, но она не очень дорогая. Она дешевле, чем айфон. Для контакта, пацаны тебя поддержат, пацаны тебя поддержат лайком, поддержат. Да, с вашего лайка. Давай, все, трекосавчик едем взрывать тачку. Гоши, идем взрывать. Ребята, мы с пацанами приехали в какое-то ужасное болото. На самом деле, мы с ребятами уехали очень-очень далеко, чтобы безопасно взорвать Гошину тачку. Интересное словосочетание, безопасно взорвать. Это реально машина Гоши, реально, на которую он сейчас передвигался. Но сюда она приехала не своим ходом, потому что сюда мы даже пройти-то не можем, ребята. А она-то тем более сюда не заедет. Мы с нее сняли аккумулятор на всякий случай, не знаю, так вроде делают. И сейчас мы просто разбиваем стекла у нее, чтобы был взрыв, так сказать, поэффектней. Ну и взрываем. Все, отсюда. Все, ребята, у нас все готово. Сейчас, Гоша, мы доверяем это тебе, поэтому просто поджигай наш фитилек и взрывай свою тачку. Готов? Гоша, быстрее. Я делаю только ради вашего лайка, ребята. Только ради вашего лайка. Мы реально взрываем тачку Гоши, ребята, чтобы просто вам в том числе нравился наш видос. Поэтому просто поддерживайте нас, просто нажимайте кнопочку внизу, это очень для нас важно. Это продвигает ролики и вообще это дает какую-то мотивацию к работе. Поэтому мы вас очень просим прямо сейчас нажмите на лайк. Ну а Гоша, ты делай свое дело, а мы отбегаем. Все, все готовы? Давай. Так, встав. Блядь, как! Зарвалась Гошка! Гошка! Ну не расстраивайся, она правда не очень дорогая, даже Марк, получается, потери больше понес финансовые. А вы, ребята, прямо сейчас вот за это можете кликнуть вот на эту вот пулю. Это еще более крутой и интересный ролик, на котором мы с пацанами работали, старались, потели и придумали. Поэтому прямо сейчас нажимайте на эту пулю, смотрите. Вам спасибо большое за просмотр этого ролика. С вами был Саша, пацаны, всем пока.